Первоцветы. С середины апреля уже хорошо пригревает солнце, но по ночам еще случаются заморозки. В мае, даже после 15-20 градусов, нередко случаются возвраты холодов. Однако такая погода не пугает наши северные растения. Одними из первых в наших лесах начинают цвести береза и лещина. В апреле, еще до распускания листьев, на концах ветвей повисают две-три рыхлые желтоватые сережки, которые состоят из множества крохотных цветочков. Если задеть сережку в разгаре цветения, можно увидеть, как распыляется облачко желтой пыльцы. Но не все деревья цветут невзрачными сережками. Очень красиво в начале мая цветущая черемуха, словно белой пеной покрытая кистями изящных цветков с нежным тонким ароматом. По народной примете, картофель и пшеница, посаженные в это время, дадут хороший урожай. Не менее красивое зрелище – цветение клёна. Его зеленовато-желтые цветки собраны в густые душистые соцветия. Среди травянистых растений раньше всех в нашей зоне распускаются мать и мачеха. Уже в конце марта на прогретых солнцем и освободившихся от снега при горках и склонах можно увидеть корзинки её ярких желтых цветков, которые поднимаются на бурых чешуйчатых стеблях. Печёночницу благородную называют подснежником наших лесов. Её лилово-голубые цветы распускаются в конце апреля, когда в лесу ещё местами лежит снег. Цветки появляются раньше листьев и сохраняются до 20 дней. Листья появляются в конце цветения и всё лето остаются зелёными, а к осени меняют окраску на бордовую. Под снежным покровом листья зимуют до следующей весны. В Костромской области печёночница занесена в Красную книгу. В самом начале мая на открытых пространствах появляются полянки жёлтых звёздочек. Это цветёт гусиный лук. На сырых участках в поймах рек и ручьёв расцветает частяк весенний. На тёплых пригорках можно увидеть яркие фиолетовые букетики фиалки собачьей. А под пологом леса, под почковидными листьями копытни европейского, появляются его причудливые цветы. Субтитры подогнал «Симон»